А козерог знак Сатурна. И посмотрите, какое стечение обстоятельств, что именно в этот редкий Касьянов день 29 февраля, то есть сегодня у нас с вами занятие. Что такое Касьян? Касьян это сатурнианский образ, и поэтому 29 февраля мы с вами это обсуждали, что еще сегодня удивительно происходит на небе. Было точное соединение Солнца и Сатурна. Это не должно быть 29 февраля, но так совпало, а в совпадениях всегда содержится десница Божья. Когда что-то вот такое совпадает, это всегда указание свыше. И вот надо же было, чтобы в Касьянов день, который бывает один раз в 4 года, чтобы в этот день произошло точнейшее соединение Солнца и Сатурна. И еще Меркурий там к ним добавился, поэтому нынешний Касьян, он тоже много, много чего нехорошего захочет сделать с людьми. Ну а, как вы сказали, сам образ Касьяна, он сатурнианский. И в этой связи хотел вам как раз-таки показать, как эта история работает касательно Сатурна. Помните, мы начали, уже прошло время изучать вот эту тему по этой таблице. Мы просто дошли до узлов, и у нас пошла большая узловая история, ну вот эти циклы возраста. А ведь, смотрите, после узлов есть еще три планеты, которые мы пока еще не проговаривали. Это Сатурн, Херон и Уран. Почему эта таблица кончается Ураном? Потому что Уран это последняя планета, до оборота которой мы можем физически дожить. Нептун уже мы не доживем 165 лет, ну мы на такое не рассчитываем. Плутон, мы тем более не претендуем дождаться, это 248 лет. Ну а Эрида 550. Если кто хочет дождаться возврата Эриды, то это надо жить 550 лет. Вам понятно, почему эта таблица Ураном кончилась? Потому что до тех планет нам явно не дотянуть, а многим, но не из присутствующих, и до Урана не дотянуть. Потому что средняя продолжительность жизни, по-моему, до 84 в России, так или нет, явно не дотягивает. Многим и до Урана не дойти. Но не вам, конечно. Вам дойти в первую очередь до Урана, это понятно. Коллеги, я сейчас про Сатурн хотел рассказать. Потому что Касьян это сатурнянский образ. Недаром Касьян всегда ассоциировался, покровитель 29 февраля, с хромыми людьми, увечными. А все увечные, хромые люди, это по Сатурну. Чтобы там какая бы причина хромоты не была, у кого-то там нога переломана, не зажила как следует, у кого-то позвоночник, поэтому нога волочется, у кого-то инсульт был и нога не восстановилась. Разные причины могут быть. Но это всегда тема Сатурна. Так вот, когда же нас всех посещает Сатурн? Сатурн посещает нас всех прежде всего в 29 лет. И поэтому, когда вашему сыну или дочери должно исполниться 29 лет, то мы помним, что надо срочно понравиться Сатурну. Вы помните, мы каждую планету говорили, тут в белом, тут в желтом, тут в синим, тут в зеленом цвет аксессуаров, украшений, одежды. А Сатурн любит черное. У Сатурна, как черная луна. У Сатурна фирменный цвет Сатурна, как черной луны, он черный. И Сатурн любит скромных. То есть, когда 29 лет, то фронтовые 100 грамм и 3 корочки хлеба. Не дай бог человек на 29 и на 30. Дело в том, что Сатурн, он курирует два дня рождения подряд. Почему? Потому что его оборот, он как раз 29 с половиной лет. Но это в таблице вы видели, у всех же есть эта таблица. То есть, он на середине нас навещает между 29 и 30. Поэтому оба дня рождения, оба, и 29 и 30, мы в черном и ведем себя предельно скромно. Никаких шведских столов, а фронтовые 100 грамм и 3 корочки хлеба. Если на Сатурн, на день рождения, человек устраивает пир горой, Сатурну это не понравится. Сатурн любит, когда люди живут скромно, типа бедно. Ну, то есть, ему это нравится. Он любит скромных и бедных. А Сатурн покровитель земли русской. Вот почему всегда, всегда на нашей земле богатых не любили, точнее, ненавидели. И бесполезно объяснять, что человек разбогател не потому, что ему с неба упало, или он там украл у кого-то. Есть люди, которые разбогатели честным путем, ну, то есть, своим трудом, многолетними усилиями. Все равно их не любят. Их не любят. Потому что Сатурн. Бедных любят. Вот когда говорят, бедный, значит, хороший человек, да. Хороший наш, наш человек. А если богатый, ах ты, такой-сякой, надо тебя по миру пустить. Все у тебя отобрать. Это чисто сатурнянская установка. И я вам рассказывал, поэтому не от большого ума в России кто-то кичится своим богатством, демонстрирует окружающим свои возможности. Это не от большого ума. Здесь, наоборот, зипун надели, дыряв, валенки, посох и пошли на Красную площадь. В зипуне и в валенках. Потому что Сатурн, Сатурн вот такое любит. Итак, на 29.30 в черном, скромно, никаких вот там роскошных, это не Юпитер, никаких роскошных застолий, никаких там подарков дорогих, продемонстрировать Сатурну предельную скромность. Тогда все будет хорошо. Запомнили, коллеги? Второй раз Сатурн там смешано в 60 лет, но там можно не так скромно, потому что в 60 лет будет еще и Юпитер, а там и Юпитер и Сатурн. Там можно, ну, уже пошире отметить. А цвет, два цвета, черный и синий. Синий это, вы помните, фирменный цвет Юпитера. Третий раз Сатурн придет в 90, но это уж, конечно, как получится дожить до 90. А так, в основном, самое главное, 29-30 лет. Что проверит Сатурн? Сатурн проверит две вещи. Есть ли у тебя свое жилье, вот это Сатурн у всех проверяет, в 29-30 лет. Ну, как бы ты, где ты живешь, как ты живешь. И Сатурн проверит, имеешь ли ты хоть какую-то работу. Вот самое худшее, на кого Сатурн нападает, это в 29-30 лет те, у кого нету ни жилья, ни работы. Вот Сатурну важно, чтобы у человека было некое постоянное жилье и какой-то источник дохода. То есть Сатурн любит серьезных, Сатурн любит серьезных, вот поэтому нам важно в 29-30 лет, когда возраст Сатурна, Сатурну понравится. Ну, а теперь о Касьяновом дне, потому что Касьян это мега Сатурн такой вот, 29 февраля. Вы даже вдумайтесь, фирменное число Сатурна 29, 29 и Касьянов день, когда специально под него вот эта придумана дата, 29 февраля. Вообще все, кто родился 29 числа, поднимите руку, кто родился 29 числа любого месяца и года, не февраля, а там мая, июня, кто родился 29? Вас Сатурн всегда дополнительно курирует. Все, кто 29, все под особым взором Сатурна. Также Сатурн дополнительно прижимает тех, у кого год рождения, любой, оканчивается на девятку. У кого на девятку год рождения, там неважно, 69, 79, 89, 99, 2009, любой, тоже Сатурн на них посматривает больше, чем на других людей. Потому что девятка, ну а его цикл 29 лет. Ну и вот Сатурну нужно продемонстрировать, как мы уже сказали, скромность. С 29 лет называется в истории религии возраст Будды. Вот как есть 33 возраст Христа, Христа, 33 солнце, а 29 это возраст основателя другой крупнейшей религии Будда. Да, 2D это религия, которая очень распространена в Юго-Восточной Азии. В России, кстати, тоже много буддистов. Калмыкия, вся эта буддисты. И не только. Тува. Тува, да, совершенно верно, да. У нас тоже есть много последователей религии буддизма. Так в чем все дело? Все дело в том, что, согласно легенде, этот принц, он был принцем. И жил в роскоши. В 29 лет, когда ему исполнилось, он почувствовал, примерно как назывался фильм Говорухина, так жить нельзя. Вот он почувствовал, что нельзя так жить. Это вот как сказка про Федота Стрельца, может быть, помните, царь. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? Сатурн слушает это и думает, сейчас я тебе покажу бутерброд. Сатурн не любит тех, кто живет в роскоши и кто мажет бутерброды. Так вот, этот принц в 29 лет, когда ему было, он жил в роскоши. Он понял, что он в этой жизни чего-то не понимает. И он узнал четыре истины. Ушел, ушел из роскошного дворца и подверг себя тяжелейшим испытаниям, чтобы понять смысл жизни. Вот это Будда, он стал просветленным в 29 лет, в возрасте Сатурна. Четыре раза он уходил из дворца, четыре раза, тайно. И это перевернуло его мир. Один раз он вышел и встретил похоронную процессию. Он никогда не видел мертвых. И он увидел мертвое тело, которое должны были сжечь. И он посмотрел на него, насколько оно безжизненно. И он подумал, а зачем тогда жить, если все в итоге превратятся в деревяшку, которую сожгут. Для чего тогда эта жизнь? Второй раз он вышел и встретил голодающего странника, который сказал, я голодаю. А тот Будда спросил, а чего ж ты не ешь? А потому что нечего. Ответил ему этот нищий. И Будда понял, что оказывается, просто еда и вода, не роскошные, а хоть какие-то, для многих людей на земле недоступны. Это как примерно про Марию Антоанетту рассказывают такую шутку. Когда во Франции поднялись мятежи, был неурожай и хлеба, ей сказали, что крестьяне не бунтуют, потому что не едят хлеба. Она ответила, королева, пусть тогда едят пирожные. Она даже не поняла. Она думала, что им надоел хлеб, и они бунтуют. Пусть едят пирожные. А ей хотели сказать, что им вообще нечего есть, поэтому они бунтуют. Это вторая истина Сатурна. Первое, что кругом смерть, что человек смертен и как бы, увы. Второе, что кругом куча голодающих и нищих. Третий раз он вышел и встретил по пути человека, от которого страшно воняло, и он весь был покрыт с ног до головы язвами. Это был прокаженный, проказа есть такая болезнь знаменитая. Заживо разлагается человек, и он понял, что, оказывается, болезни могут человека просто уничтожить и превратить в ходячий живой труп, как говорится. Третья истина, это вот что? Болезни, смерти, голод. Это все сатурнянские принципы болезни. И последний, четвертый раз, когда он вышел, он встретил странствующего монаха, который ему сказал, что что ты ищешь, спросил его Будда. Хочешь, я тебе денег дам? А тот ему сказал, нет, мне деньги не нужны, а что тебе нужно? Я ищу мудрость, ответил этот человек. Я ищу источник мудрости, и, оказывается, его тоже нет. Поэтому Будда покинул дворец и ушел, чтобы понять, ради чего живет человек. Как ему быть мудрым, избежать смерти, нищеты и болезней. Вот так астрологически начиналась эта религия. А теперь несколько интересных вещей. Ну, дело в том, что мы очень близки ко всему, что связано с Буддой. Он родился в Непале, на границе с Индией, и тибетская, индийская астрология очень тесно связаны с биографией Будды. А то место, где он родился, там стоит на границе Непала и Индии пирамида из чистого золота. Там, где он родился. Потому что в астрологии место рождения, вы уже это знаете хорошо, это очень-очень важно. Но давайте теперь не про Будду поговорим, а поговорим про нас, про Касьяна в день. Дело в том, что Касьян это мега Сатурн. И сейчас мы попробуем с вами сделать важный для нас прогноз на ближайший год. Итак, какой Касьян самый опасный? Самый опасный Касьян, который выпадает на субботу. Кто мне ответит, почему? Ну, это день Сатурна. Касьян, 29 февраля, мега Сатурн. Ну, куда уже, как говорится, больше. Периодически это на субботу выпадает. И когда 20, это вы уже на будущее будете смотреть. Ну, там, когда вот через годы. Ну, вот будет високосный год, а вы сразу посмотрите. Может, понедельник, может быть, как сегодня четверг. А бывает суббота. Когда суббота, всё, готовься к худшему. И я хотел вам рассказать, как люди интуитивно, интуитивно предчувствовали страшный период Касьяна. Это было 4 года назад. В 2020 году Касьян был в субботу. И это было предвестником карантина и то, о чём мечтает Сатурн. Всех закрыть под домашний арест. Из-за пандемии всех посадили. А удивительным образом, в главном магазине страны, которые на Красной площади, в ГУМе, перед как раз вот Касьяном, в ГУМе почему-то решили устроить космическую тематику. И вдоль вот этих, это 4 года назад, и вдоль вот этих торговых рядов висели инсталляции с планетами, и особенно много наделали декораторы Сатурнов. Вот откуда, вот как это было 4 года назад, ещё не началась пандемия. Ещё больше, скажи, между марабанами. Конечно. И у нас было новогоднее представление, и мы были в белых костюмах. Ой. А костюмы были похожи, как на санитарии. Мы же потом начали отшивать. Да, да, да. И мы потом смотрели это видео, и вот на карте мы всем предвидели. Все были в скафандрах, в масках. Это вот, да, это вот такое предвидение. Это не накаркали, а это было предвидение. Это точно так же, как накануне пандемии шло Евровидение очередное, и в Израиле оно проходило, и Мадонна выступила с номером, где все были в масках. Это был как прогноз пандемии, страшная песня, и все там в масках. И вот это вот, весь гумб в этих гигантских был инсталляциях Сатурна. Прошло 29 февраля, и 11 марта объявили пандемию. Всех под лавки, всех закрыть, экономику остановить, планету остановить. Совершили просто страшное. То, что творилось 4 года назад, и последствия борьбы с вирусом оказались в 100 раз страшнее самого вируса. Просто это то, что вытворяли, а московский, в кавычках, гений заслуживает отдельной монографии. Чего стоит указ мэра, когда разрешалось гулять подъездами и домами. Кто гулял в разрешенные дни, сегодня гуляет этот дом, а завтра гуляют жители. Это даже бредом нельзя назвать. А как вам вот это? Человек, поднялась температура, кашель, вызывает скорую, скорая приезжает, его, значит, упаковывают почти в мешок, как покойника для встречи с Буддой, и везут в КТ-центр. Кто-то, может быть, лично с этим, ну, по Москве были открыты, для домографии легких, да, везут в КТ-центр. Если ему там не предлагают госпитализацию, то домой он едет на метро. То есть туда он ехал чуть ли не в мешке в скафандре, в КТ, а оттуда он возвращался домой, он зараженный ковидом, ну, больной, но не до такой степени, чтобы госпитализироваться. То есть, обратно, пожалуйста, езжай на метро и зарази всех, кто еще не... И... Да, где в метро не было? Было. Как не было? Было. Были люди? Конечно, да, были. И из КТ-центра возвращались домой в общественном... Ну, не только метро, а и так, кто на трамвае, кто на чем, на такси... В общем, в любом случае... То есть, пациентов туда отвозили, а обратно они должны были своим ходом. И сколько вот этого сатурнианского... Всего этого было, а почему вы только вы, как астрологи, это понимаете? Потому что на субботу пришелся Касьян. Так вот, коллеги, скажу вам больше. Этот Касьян сегодняшний, почти такой же. Объясню. Сегодня не суббота, а... Четверг, не важно. Четверг, не четверг. Но... Сатурн сегодня оказался в точном соединении с Солнцем. Поэтому Касьян этого года также предпримет попытку массового закрытия людей. Я не знаю, под каким предлогом, но явно не пандемия, а что-нибудь другое. Ограничение свободы. Вот этого хочет Касьян. И Сатурн. Ограничение. Поэтому мы будем с вами бороться. А тут еще одна интересная. Дело в том, что вчера, вот в связи с чем коллеги поздравили меня, вчера нашей школе еще одно дьявольское совпадение исполнилось ровно 29 лет. Субтитры сделал DimaTorzok